Верхний городской сад находится в центре города, между улицами Ленина, Свободы, Радищева и Бульварным переулком. Рядом находится, как ни странно, Нижний городской сад. Верхний сад был организован в 50-х годах XX века на базе сада, который существовал уже на тот момент около века. А рядом с садом находится город-администрация. Но, несмотря на такое соседство, парк давно не видел реконструкции. Большинство дорожек асфальтовые, либо на них была уложена плитка еще в советские времена. И надо упомянуть о том, что сад вошел в программу формирования комфортной городской среды. Но по советскому району на референдуме победил лесопарк. Скорее всего из-за того, что это самый известный парк в советском районе. Ну и скорее всего еще по одной причине, которую я упоминать не буду. Хотя, как по мне, проект благоустройства верхнего городского сада лучше и практичнее. От улицы Ленина к улице Радищева идет широкая аллея с светниками, а в конце нее стоит бюст Есенина. Да, памятников Есенину в Рязани больше, чем один у Кремля. И достопримечательностей в парке много. Кроме Есенина в саду есть еще памятник маленькому Ленину и его матери. А также более современные бюсты выдающихся людей и памятник вымышленному полету Крикутного на воздушном шаре в 18 веке. Ближе к городу администрации есть детская площадка, которая была подарена нефтезаводам. Совершенно обычная, но приличная по размеру. Рядом с детской площадкой аллея городов-героев, появившаяся в 2018 году. На табличках написано о видеонаблюдении и каждое дерево стоит на своем месте. Более возрастная достопримечательность – сад камней, занимающая добрую треть парка. И как по мне, смысл этого сада довольно странный. Эти камни взяты с каких-то мероприятий, географических объектов, многие из которых малоизвестны. С городов, с Красной площади в Москве и так далее. Сад камней появился в середине нулевых и он периодически пополняется. В заключении скажу, что парк замечательный. Буквально в самом центре города можно насладиться тишиной и спокойствием. Но по-хорошему здесь надо проводить ремонт. И его все-таки планируют в ближайшие годы.